Хотел бы чуть переключить на тему, которую мы обсуждали уже много раз тоже. Какой основной драйвер для вашей цифровой стратегии CEO, CFO или COVID и так далее. Мы уже шутили об этом. Но самая идея сейчас, что мы уже все привыкли к этой форме работы, и у нас две клиенты, которые уже просят помочь, как оставить людей дома. И очень много сложностей с этим. Если мы думали 3-4 месяца назад, если все это было возможно, что основная часть рабочей силы может работать удаленно, и сейчас думать, что бизнесы, если они не будут ловить эту возможность оптимизировать расходы и оставить людей на удаленную работу, я думаю, тоже низкая вероятность. Тогда сейчас это будет вопрос, как впечатление сотрудников, опыт сотрудников, как они чувствуют, как часто организация, и сам модель вовлечения сотрудников, чтобы они чувствовали свое отношение с организацией, с командой и так далее. Есть три основные вещи, о которых мы думали. Даже если человек не должен быть в офисе, все равно нужно тащить этот человек обратно, чтобы они получили социальный контекст в организации, командные динамики, возможность выстраивать нормальные контакты, взаимоотношения с коллегами и так далее. И это будет целый новый комплект навыков в организации, как управлять это, чтобы было эффективно. И не знаю, я не видел это. Я уже 25 лет делаю бизнес-трансформацию и не видел такой уровень изменений в подход к работе и в подходе к управлению в такой короткий период. Ну, мне кажется, наверное, знаешь как, сколько мы вот, два месяца, да, два с половиной месяца живем в режиме такой тотального, так сказать, тотальных видеоконференций. И мне кажется, сначала, особенно большие сторонники работы из дома, особенно люди, которые много тратили на дорогу, они вздохнули, может быть, с облегчением, сказали, как здорово. С другой стороны, это, как всегда, как маятник, да, он качается, он качается в разные стороны. Я вообще плохо верю в жизнеспособность крайностей, да, то есть вот все в офис или все дома. Я верю в какую-то гибридную модель, мне кажется, что офисы, безусловно, останутся. Другое дело, что люди осознают, наверное, что они много времени тратили впустую, в том числе и в дороге. Мне кажется, изменится сегмент бизнес-тревел, потому что огромное количество людей, консультантов путешествовали просто ради одной встречи, там, часа или двух, и они тратили на это день или два. И вот подобного рода вещи, мне кажется, войдут в некую бизнес-практику, что люди будут бережливее, что ли, относиться к времени друг друга. И это здорово, мне кажется, это реально здорово. Можно ли представить себе, что вдруг вымрут все офисы? В это я не верю совсем. То, что офисы должны будут играть какую-то другую роль социальную, безусловно, да. Но здорово, что, опять же, это еще одно изменение, которое, так сказать, вот к нам неожиданно пришло и остается только, как это, как в теории Чарльза Дарвина, да, выигрывает, не самый сильный, выигрывает тот, кто лучше всех адаптируется. Мне кажется, мне хочется пожелать всем нам и всем нашим слушателям сейчас максимально позитивно относиться к тому, что все изменения, они зачем-то нужны. Это известная фраза, что это тоже пройдет, да. И самое главное, находить в себе ресурс для того, чтобы меняться, подстраиваться, изменяться, понимая, что мир нам ничего не должен. Мы, в общем, тоже особо ему немного должны, но если мы хотим в нем процветать, то нам точно нужно искать способы взаимного существования. Да. Пусть так будет. Взаимовыгодные отношения. Да, 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 взаимовыгодные отношения. Так, Леша, спасибо большое, я уверен, что всем понравится наш разговор. Как обычно, будет один модуль каждые два дня на соцсетях и так далее. Спасибо большое. Прекрасно, спасибо большое и до встречи.